Аэропорт Байкал в 8 утра. Собравшиеся до нескольких десятков человек встречают Алису Жамбалову. И вот четырехкратная золотая медалистка универсиады в Красноярске заходит в зал прилетов. По традиции Алисе ее тренеру вручают ходаки и угощают белой пищей. Уже на выходе из зала журналистам удается задать лыжнице несколько вопросов. Самый значительный старт в этом сезоне – это, конечно, универсиада. Там очень много было знакомств, очень много было разных мероприятий. Там была такая напряженная программа. И последующий чемпионат России. У меня остались силы. И тоже он прошел удачно. А после обеда Алиса и Саян Жамбаловы встретились с депутатами Хурала. Народные избранники признались, что следили и переживали за выступлениями землячки. Такие результаты. Они даются неспроста. За этим кроется огромный труд, конечно, ваших тренеров. Огромный труд вас. Воля к победе. Вы просто молодцы. Мы постоянно следили за информацией в новостной ленте. Мы видели, как вы гордо стоите на педестале. У нас возникла гордость и за Бурятию, и за Россию. Позже с ответным словом выступила сама четырехкратная обладательница золотых медалей универсиады и нескольких наград, в том числе высшей пробы чемпионата России Алиса Жамбалова. Большое спасибо за теплые слова. Спасибо за такой радостный прием. Я очень давно не была дома и так рада вернуться наконец-то на родину. Наконец-то я отдохну и наберусь энергии к следующему сезону. Сегодня, подводя итоги прошедшей универсиады, Саян Жамбалов подчеркнул, что золото Алисы ни в коем случае нельзя принижать и говорить о слабом составе участниц студенческих игр. На этой универсиаде, по крайней мере, я насчитал семь девушек, которые принимали участие в первой зимней юниорской олимпиаде еще в 2012 году. То есть они на протяжении этих же семи лет, так же, как Алиса, продолжают заниматься спортом, продолжают выступать за своей национальной командой. Очень многих девушек я видел на этапах Кубка мира, так что там состав-то был хо-хо. В конце встречи депутаты Хурала вручили спортсменке и ее тренеру памятные подарки. Впереди у Алисы еще один старт. Уже 20 апреля именитая лыжница примет участие в Байкальском марафоне. Уже потом заслуженный отдых и подготовка к следующему сезону. Батар Ламбаев, Вячеслав Батуев. Новости дня. Батар Ламбаев. Новости дня.